Добрый вечер. Значит, мы начали нашу... Мы добрались до книги «Урод от Шува», глава первая. И я, конечно, как я люблю, я начну с вопроса. Кто не видел текст? До вопроса. Первые три главы в книге написаны самим Равом, как книга «Урод от Шува». Все остальное – это солянка, набранная из разных мест, где Рав относится к Шуве и сложена в нашу книгу. Иногда я читаю в других книгах какие-то вещи, говорю, это же должно быть здесь, в нашей «Урод от Шува». Почему это нет? Ну, нет. Значит, поэтому, в общем-то, наш курс... Плюс был в том, что можно зайти посередине курса, можно зайти на любом уроке, может быть, иногда даже посередине. И обычно первые вот три главы, они необычные в этом плане, они длинный кусок текста. Обычно у Рава небольшие параметры... Если можно выключить, а кто не говорит, микрофон... Да-да, я выключу принудительно, но урока нет проблем. Значит, мы говорили про... Обычно у Рава эта книга состоит из маленьких абзацев от одного предложения до, не знаю, там, четверть страницы. Что такое? Относительно короткие кусочки. Но вот наша первая глава, она будет немножко не такая. Начнем с вопросов. Народ подкованный. Народ учил, я думаю, учит. Тут у нас есть параллельный курс на Санат и Шарим, который тоже, в общем-то, затрагивает тему Шувы. Значит, давайте, до того, как мы приступим к тексту, я задам открытый вопрос. Тема Шувы. Исправление. Ну, давайте начнем с исправления человека. Человечество отложим немножко на попозже. Исправление человека. С чего мы должны, хотим правильно начать нашу тему, начать нашу книгу, начать изложение? Еще раз. С чего бы вы начали писать книгу, объяснять, рассказывать про Тшуву? Понятие Тшувы вообще. Терминов. Терминов. Это хорошо. Определение терминов. Цель. Нехама. Цель. Для чего вообще? Цель. Цель чего вы. Это похоже на русского Натан, определение. Определение, не цель. Нет, определение, это как это делается. Нет, 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 не как делается. В смысле, Тшува не раскаяние. Тшува, раскаяние, возвращение, это не раскаяние. Не важно. Еврейская терминология. Что понимает иудаизм под именем? Что это такое и цель? Тем не менее, а цель это совсем другое. Есть некоторые процессы, которые Натан говорит, вот мы сейчас его определим, что это такое. А второй вопрос, для чего вообще это нужно? Вот у меня есть топор, им так прекрасно работать там и так далее. И даже им можно рубить ветки. А зачем нафиг мне рубить ветки? Понимаешь, может мне и не надо. Ну, я к примеру. Угу. Очень хорошо. Еще? Кто-то хотел еще что-то сказать? Пожалуйста. Ну, еще нужно знать, наверное, ориентир, куда мы двигаться должны. А что исправлять? Если я не знаю ориентира, ну, как бы, а что равняться, то что мне исправлять? Хорошо. Я думаю, это связано, да. Если я знаю цель, то мне легче искать ориентиры. Смысл должен, цель и смысл, но это немножко, как бы, не одно и то же, да? Цель, смысл. А если все уже потом, вот это все понятно, желание, у меня есть желание это делать или нет? Хорошо. Ну что ж, давайте тогда приступим сейчас и посмотрим, что нас Рам говорит. Давайте. Так. 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 Чтобы голову выкрутить. Вот так. Так. Хорошо? Здравствуйте. Хорошо. Итак. Чува. Естественная, религиозная, разумная. Мы различаем три типа чувы. Чува естественная, чува религиозная, чува разумная. Естественная, чува. Существует в двух разновидностях. Чува естественная, телесная. И чува естественная, душевная. Что это такое? Телесная. Охватывает все прегрешения против законов природы, а также против законов морали и торы, связанных с законами природы. То есть всякое дурное поведение приводит в конце к болезням и мучениям. Как отдельного человека, так общества в целом. И когда по выяснению становится очевидно, что сам человек с его дурным поведением виновен в том оскуднении жизни, что постигнуло его, тогда он обращает свое сердце к тому, чтобы исправить положение, вернуться к законам жизни, следовать законам природы, морали и торы ради того, чтобы обновилась его жизнь, чтобы вернулась к нему во всей своей свежести. Болеть – это грех. Калечить себя чистое по собственное тело – это грех. Раб начинает с самого низа. То есть обычно чува начинается со второго пункта – чува религиозная. Есть заповедь такая в Торе, вы до нее сейчас дойдете. Раб начинает до заповеди в Торе о том, что себя, до того, как я знаю Тору, гробить, собственно, здоровье – это не есть хорошо. Здесь я хотел бы немножко подчеркнуть некоторые пункты. Виновен в том ускудении жизни. Мы это уже упоминали, что в простом религиозном взгляде или взгляде, допустим, изгнания, полнота жизни очень часто противоречит божественным заповедям – религиозной и религиозной жизни. Но на самом деле это не должно быть так, и это не так. Здесь Раб уже с самого начала очень четко связывает. Чува начинается с того, что у больного человека жизнь, она оскудевает, а мы стремимся к жизни во всей ее полноте. И поэтому это, и в том числе, и поэтому это плохо. Человек, не знаю, курил, допустим, прекратил курить – это мой любимый пример, я буду переводить вообще на протяжении всей книги, так что курильщики, меня простите. Вот. И, значит, человек решил бросить, потому что в какой-то момент начал легкими халкать. Бросив курить, он остался чувствовать лучше. Заниматься спортом, стал ходить, не знаю, там, по вечерам ножками, бегать, может быть, еще что делать. Стал себя чувствовать лучше, дыхать лучше, дышать стал лучше и так далее. Как это? И Худхайм у него увеличил, улучшилась. И вот именно здесь полнота жизни, его качество жизни у него улучшилась. Медицина занимается этим действительно много, однако, как видно, еще не доведен до окончательного совершенства себе великий труд. И не найдено верного решения всем вопросам тех телесной чувы. «Дабы возвратить человеку, насколько это возможно, в пределах жизни, все, что было им потеряно из-за грехов, сокрушающих тело его силы». То есть, медицина занимается телесной чувой. Исправление того, что человек заболел, может быть, не обязательно даже из-за своего, из-за проступка. Может быть, что-то случилось, может быть, генетическая какая-то болезнь. Медицина занимается лечением. Это чува. Как мы сказали, чува – это исправление. Исправление начинается с самого низу, с тела. Понятно, что когда ты докурился до четвертой степени рака, медицина может тебе только продлить страдания немножко. Иногда, может быть, может вылечить, но долго тяжело и… Ну, понятно, да? Это у нас первая часть из двух… Значит, мы разделили чуву на три части, и первую часть телесную, чуву, не телесную, естественную чуву мы разделили на две части. Первая – это телесная. И как видно, эта область чувы во многом зависит от других ее составляющих. Естественно, душевная, религиозная, разумная. Понятно, что дух и тело, они взаимосвязаны. Больное тело отрицательно влияет на дух, на душу. Наоборот, здоровое и в обратную сторону. Здоровая душа оздоровляет тело. Человек, который в депрессии, он приглашает как бы себе болячки, может больше легкостью заболеть. Итак, перейдем к следующей части нашей чувы. Более внутренней является чува, естественно, душевная, эмоциональная. Это то, что называется словестью. Здесь я уже остановлюсь. На иврите Рав это называет мусар-клойот. Я как бы здесь считаю действительно, что правильный перевод – это совесть. И опять-таки у нас, по крайней мере, я встречался с спором. А есть ли такая штука совесть на самом деле вообще? И существует ли она? Здесь мы видим, что Рав однозначно говорит, что да. Те, которые говорят, что нет, говорят, что как бы все, вся мораль она в Торе. А совесть, ну, если я скажу как бы грубо и коротко, это от лукавого. Соответственно, когда тебе кажется, что нужно сделать так, по совести, то Рав говорит тебе сделать по-другому, то нужно идти за Торой. Это, в общем, правильное мнение, но у Рава это гораздо более сложно. Он говорит, что это неправильно, что были противоречия между совестью и Торой. И нужно серьезно думать, как это решать. И понятно, что Рав здесь говорит, совесть есть. Это важная, очень как бы составляющая часть человеческой личности. Природа человеческой души идти прямой дорогой. С вашего позволения, здесь я тоже остановлюсь. Это тоже очень большое открытие, которое Рав говорит. Потому что до сих, то, что я привык, человеческая душа, она, как бы, животная душа, это что-то, что тянет человека как бы к грехам. Нет такого, что человек изначально он прямой. Наоборот, он кривой. Пришла Тора, чтобы человека выпрямить. Здесь Рав говорит, с моей точки зрения, по крайней мере, абсолютно потрясающую вещь. Природа человеческой души идти прямой дорогой. Если я сейчас захочу искать этому делу обоснования баудаизма, ну, я их элементарно найду. Мы начинаем каждое утро с благословления. Бог, душа, которую ты дал, она чиста. Это, конечно, не значит, что я не грешил. Но моя душа, она чиста. И это очень, как бы, нам хорошо и важно на себя и про себя знать. Не важно, где человек, не важно, что с ним произошло. Душа, природа человеческой души идти прямой дорогой. Когда же сворачивает человек с пути и впадает в грех, тогда, если душа его не загублена окончательно, природное чувство прямоты ранит его сердце. И оно размягчается от боли. Человек спешит вернуться, исправить искаженное, пока не почувствует, что грех его стер. Совесть, да, она тебя колет. И это хорошо. Соответственно, Рад здесь также говорит, что тот, кого совесть за его гадости не колет, он коллега. Если душа его не загублена окончательно. Есть такое. Человек, может, очень постаравшись, нужно сильно отличиться, можно сжечь собственную душу. Не рекомендуется, но возможно для желающих. Итак, нормальный человек со здоровой более-менее душой. У него есть совесть. И когда он с прямой дороги сворачивает, она начинает его мучить. И это мучение на самом-то деле. Показатель высокого положения человека, показание того, что человек еще не превратился окончательно в скотину, это хорошо. Эта область чвы весьма запутанная, зависит от новых условий, внутренних и внешних. Есть ли несколько ошибочных путей, которых необходимо остерегаться? Одной совести очень часто может быть недостаточно. Совести может быть две. Совесть могут тянуть человека в разные стороны. Нехорошо ябедничать, но по закону нужно доложить о том, что, не знаю, сосед торгует героином. У меня совесть начинает тянуть в две стороны. С одной стороны, а с другой стороны. Человек может начать сам себе врать. Я тут хороший, я только на минутку, я на самом-то деле это для благой цели. То есть понятно, что совесть это не панацея совершенно, не для продвижения вперед, не для исправления, но, как Рав пишет, тем не менее, это одна из основ, на которой жизнится здание чу. И отметать ее нельзя, мы должны знать, это существует, это очень важно. На этом мы закончили первую чуву, первую, как бы, то есть три фронта, три как бы, три типа мы перевели, да, чувы. Мы закончили сейчас естественную чуву, и, в общем-то, книга Рава это единственное место до сих пор, где я встретил вообще отношение к чуве, как отдельному разделу чувы, естественная чува, природная чува, и душевная, и телесная. То есть, я знаю, да, упоминаются таким общей фразой здоровый теле, здоровый дух, заповедь Торы, как бы, поддерживает здоровье, Рава это выделяет в отдельную, отдельную часть и первую. С этого мы начинаем чуву. Бегать по утрам, бросить курить, вести себя здорово и телом, и духом. Не забивать большими коваными религиозными сапогами совесть. Давайте остановимся и дадим место для вопросов. Минутку, сейчас я отключу шар. если человек родился и у него какое-то заболевание, которое он может изменить, генетическое или еще что-то, то есть, вы говорите о том, что когда он может что-то изменить или по его вине случилось, да? Ну, конечно. Понятно. Безусловно. Это же может быть за любое не только телесное, может быть душевное тоже, человек может быть, у него может быть депрессия как болезнь, у него может быть не только телесное, у него может быть душевные болезни. Нет, понятно, что мы у вас очень на самом-то деле, давайте я немножко отклонюсь в сторону. Рафет разбирает в нашей же книге, сейчас я сделаю то, что я не люблю, я устно надо говорю, с одной стороны у нас в иудаизме есть общий принцип, что нет как бы поломки, нет изъяна без греха, что в общем-то причина любой болезни, любого чего-то неправильного это какой-то грех. Но когда Раф это говорит, мы до этого дойдем, он упоминает, что есть также не только твой личный грех, есть общий изъян грех как бы всего мира. И соответственно кто-то, что называется, может подать под раздачу абсолютно не связано с тем, что это его какой-то личный изъян. А из-за того, что мир еще не исправлен окончательно. Поэтому, что называется, с умным видом ходить и тыкать, ты заболел, значит, ты согрешил, безусловно нельзя. Это можно сделать по отношению к самому себе. Я заболел, что Всевышний этим не может сказать? И абсолютно, и ты сам можешь подумать, абсолютно не обязательно, что это грех. Как вы сказали, абсолютно верно, человек может родиться больным, или это может быть не из-за греха и не связано с грехом. Но Раф очень вот так вот, очень красиво вот эта вот вещь расставляет. Что с одной стороны, да, как бы любая болячка это приходит из-за греха в кавычках, но этот грех не обязан быть твоим личным. Это может быть общий недостаток, неисправленность мироздания. Так. Можешь на вопрос, да? Да, да. Я заметила такую вещь в жизни, что люди, в общем-то, знают они там о Всевышнем или нет, но у них в жизни происходят вот всякие такие суды, то есть они болеют и проблемы у них всякие. И я вот так понимаю, теперь я не понимала, вот как это можно понять. теперь может быть с этим в этом есть связь, что для всех людей существует шува, что вот этот первый уровень шувы как раз и связан со всеми людьми. То есть благодаря вот этому первому уровню каждый человек может прийти к шуве. вот так вот получается, да? Да. Да. То есть люди вот они знают, не знают, ну там правы, неправы, но они болеют, они не знают почему. И то есть получается, что шува есть для всех людей, я так понимаю, значит. Шува, безусловно, секундочку, шува для всех людей, ну конечно, а если нет, то только для кого как бы? Я так понимала, что видите, я так, я думала, что ну шуву может подстить человек, только который знает Всевышнего. Вот, но люди, которые еще не пришли к нему, вот, я думала, что они не могут, ну как, чтобы у них была шува. Оказывается, у всех она может быть, получается. Очень приятно вас слушать. Ужасно приятно. Это вот как это, то, что я сказал в прошлый раз с Татьяне тоже. Я ужасно рад, как бы, что вот вы самостоятельно, без того, что я, что называется, как на иврите есть такое выражение, кормить с ложечки, что вы как бы доходите самостоятельно до тех выводов, которые верны, абсолютно верны. Как раз строит нам сейчас шуву. Делит ее на три уровня. Первый, абсолютно никак не связан ни с Торой, ни с заповедем, ни с Богом. Вот, вот, вот это вот я хотела, мне это было непонятно. Оказывается, что она все-таки есть для всех людей, получается, да? Я скажу, как говорил Рафшарке, Всевышний создал не религию, Всевышний создал мир. Соответственно, его интересует весь мир. Он не главный раввин мира, он создатель всего мира. Спасибо, вот я вот сейчас поняла важный момент. Так, давайте я отнесусь к чату, значит, почему алкоголики, почему про алкоголиков мы не вспомнили, туда же, да, но там просто еще, ну да, и с курением там тоже есть пристрация, понимаю, что проблемы человечества из-за несоответствия с Торой, можно сказать, да, там я не только про алкоголиков, это она просто соединила. Я хотела немножко, как это, из тайгу некоторое небольшое возражение. Когда ставят противоречия только между, говорят, что вот у нас типа ай-яй-яй, противоречия между Торой и моралью, это некоторое очень сильное упрощение, потому что в принципе совершенно очевидно, что мог быть противоречия между разными ощущениями совести, между моралью и моралью, да, с одной стороны это не морально, с другой стороны это не морально, как мне поступить в сложные моральные ситуации, в ситуации сложного морального выбора, я не буду говорить про наркотики, к примеру, вот из знаний из душ капитства, да, с одной стороны я служу в армии обороны Израиля, я присягал ей, а с другой стороны с моей точки зрения моральной я не могу изгонять усиленцев, это очень сложная ситуация, в которой не очевиден ответ, и человек часто встает перед такими проблемами, и то же самое с Голохой-Торой очень часто, постоянно, можно сказать, возникает противоречия внутри Голохи, внутри Торой, и то, что между разными частями того, как с нами Бог разговаривает с точки зрения морали, с точки зрения Голохи, то, что между ними может быть противоречия, ничего такого-то нет, это не Гибол, это не обязательно мы должны крови, то есть обязательно мы должны для себя как это противоречие разрешить, потому что надо как-то действовать в мире, но это можно на каком-то уровне развести человечество, все противоречия разрешат, по-другому себе представить, но так мир устроен, что все время скучно, скучно будет жить, я не знаю скучно или нет, но это наша задача как бы постоянно, если, что скучно, так не бывает просто, чтобы все гладкое, никаких противоречий, так далее, так далее, так далее, это называется вот и сходил за хлебушком, сидит человек на рельсах с отрезанными ногами и говорит, ну, и сходил за хлебушком, да, и сходил за хлебушком, вот подумал, как все хорошо у Якова, и вдруг, бац, продали Иосифа, там, всякие дела, так что, так все время бывает, тара так вот построено, что все время, вот хотел жениться на Рафелле, бац, тебе еще лей по отсюда, и так далее, и так далее, все, я ухожу, ухожу. Я считаю, что да, Гбал, я объясню, в чем дело, когда у меня есть противоречия между Торой и Торой, понятно, что это дело, как-то нужно решать, как-то это решается, но здесь я хотел сказать против мнения, которое говорит, что совести вообще нет, у нас есть только Тора, соответственно, противоречия тоже нет, если... Это вообще очень странно, странное мнение, потому что, скорее, это упоминается несколько раз. Я их знаю лично, меня ими кормили, и поэтому, как бы, я выступаю против них. Есть такое, что, Алиф, во-первых, совести нет вообще, и я, во-вторых, и, соответственно, нет противоречия между совестью и Торой, потому что это сложно. Совесть это же человеческое, Торо же божественное. Когда у меня противоречия между божественным и божественным, это, как бы, ну, одна и та же весовая категория. А когда тебе кажется, что это такое, а вот Бог сказал по-другому. Это, мне кажется, это бородка какой-то, это незнание Танаха, незнание Галахи. Реально, в Илгайзе просто такого нет, это не то, что это какое-то открытие, это действительно, нет такого, чтобы он считал, что нет совести. Все проблемы в Танахе там возникают. Совесть человека, что он поступил не по совести. Мы все время это видим, просто при анализе истории Танаха. И даже выражение это, что нету Бога на этой земле, имеется в виду. И эти самые льды, повитухи, они боялись Бога. Что значит боялись Бога? Какого Бога? О чем речь? Это просто означает, что у них совесть была. Ну, это мое мнение, ладно, не обязательно. Мне просто повезло не учиться с теми, с кем я со временем учился. Что вы знали? Есть много, есть много. Давайте, давайте скажем по-другому то, что я говорю, то, что я говорю про Рав Кука. Чем человек более религиозный, чем человек чернее в наших понятиях, тем Рав Кук воспринимается сложнее. Чем человек более светский, более далек от традиции, тем идеи могут прививаться таким вот поводом плеча. А что, собственно, как вы сказали, а что за гвалт? Нет тут никакого, нет, нет, нет никакой новизны. Продолжим. Вы говорили про совесть, но я хотела немножко спросить, совесть это же не абсолют, который совершен, который совершен. Совесть это безусловно не абсолют. Мы это сейчас прочитали, но совесть это одно из опор, на которых стоит шува, как Рав это сказал. Тем не менее, это одна из основ, на которой зиждется здание от шувы. это одна из фай, это одна из фундамента. Мы сказали, что это безусловно совесть, это не абсолютно. Это оба из шувы весьма запутанная, зависит от многих условий, внутренних и внешних. И есть несколько ошибочных путей. Я могу пойти за совестью и сделать грех против морали, против человечества, против себя. Я хотела сказать, что это не по умолчанию есть совесть у каждого, ну, как потенциали, или она по умолчанию есть, и мы дальше развиваем ее в результате взаимодействия человека с другими людьми, в семье, в обществе, и у каждого представителя человечества может быть разный формат совести или нет? Или это все-таки будет общее для каждого? Это интересный и сложный и глубокий вопрос. Действительно мы можем встретить, допустим, в разных обществах разную совесть. На востоке одна может быть, на западе немножко другая, у рабов в третьем, у китайцев в четвертое. То есть травм это определяет как прямоту. Ты понимаешь, ты идешь прямо или ты движешься криво. Ну да, у тебя может быть общий культурный фон, который тебе очень сильно эту совесть подвинет или где-то ее задушит и так далее. Да, конечно. Поэтому, как мы сказали, совесть это не абсолют. Но это одно из основ. А если человек бросил курить и начал бегать и стал здоровым, все на этом уже закончилось чувак или как? Интересно, да? У нас есть еще еще есть этажи, еще есть комнаты, в которых мы не были. Все, спасибо, поняла. У меня вопрос. Вот куда отнести тот факт, что предстотворение человека Господь вдунул свой дух жизни и сотворил душу живую, то есть тем самым не вдунул ли он вот эту субстанцию с небес под названием совесть? Отлично. Очень хорошо. И вам тоже эта самая звездочка. Опять-таки не сказанная, но самостоятельно правильно, самостоятельно додуманная. Абсолютно верно. как Нехама уже сказала, Всевышний говорит с нами разными голосами. Один голос прямой. Он открылся на Синае и сказал, вот вам Тура делать так. А другой голос, это абсолютно верно, это природа, которая нас окружает, наша собственная душа, безусловно, наша душа это глаз Бога. Абсолютно верно. Конечно. Конечно. Именно поэтому, именно поэтому у нас проблемы возникают, когда и так объясняется на самом деле, конечно, и одно из объяснений, по крайней мере, и грех первого человека, он так и рассуждал. То, что я хочу, то, что идет внутри меня, это тоже глаз Бога. С одной стороны, Бог говорит, есть. С другой стороны, он говорит, не есть. Что делать? Начинаем думать. Конечно. Абсолютно верно. Я очень рад вашим вопросам и умузаключениям. Продвинемся вперед. Итак. А вот теперь наш абзац это про то, что вот называется религиозная чува. После чувы естественной идет чува, связанная с верой. Жизнь ее в мире из источника традиции и религии, которая много занимается темой чувы. Тора обещает прощение раскаившимся в преступлениях и вставшим на путь исправления. Грехи отдельного человека и всего общества стираются чувой. Книги пророков полны вдохновенных посланий от чувы. Вообще вся ценность увещеваний в Торе держится на чуве, связанной с верой. И вот значит следующим вторым этажом, только вторым этажом, после естественной природной чувы у нас выступает религиозная чува. Это уже выполняет все, что от тебя требует Тора. Будь ты евреем или не евреем. или просто человек. Или там Коинов, Левитов, неважно кем. Итак, что Тора говорит Парабу? У нас есть прощение и стирание. Грехи были, Тора говорит, сделать шву, мы забудем, что они были, мы их сотрем. так же общество. Человек раскаялся, понял, или какое-то общество поняло, что действовало неверно, провело новый исправляющий закон. Этот закон стало не только его провело, но стало его соблюдать. Полиция получила указание за это драть штрафы или останавливать и так далее. Использовать закон не только его принять. Общество исправилось. Очень хорошо. Тора готова про этот грех забыть. Простить. Здесь еще очень важная вещь. Вся ценность увещевания в Торе держится на тшуве. Это понятно. Тшува здесь связана со свободой выбора. Тора тебе говорит это нельзя. и ну-ну-ну. Это значит, что у тебя есть свобода выбора это сделать или не сделать. То, что тебя увещевает, значит, что даже сделав это, у тебя есть возможность исправить. Это, конечно, очень важно. Углубившись в эту тему, мы обнаружим много подробностей. Даже самые основные из них потребуют пространного описания многочисленных пояснений. Вот в этот абзац Раф как бы очень общими линиями обвел всю религиозную тшуву, то, что, допустим, книгу Равьоны или книгу Веселат Ешареев, тшува с точки зрения Тора. Здесь мы видим у грехов два варианта, то есть проститься или стереться. Мы не видим здесь того, что мы очень любим упоминать, это превращение грехов в заслуги. Это будет с высшим этапом. Здесь же по Торе как бы то, что ты должен сделать тшуву, и Тора тебе согласна за эту тшуву простить грехи или их стереть. Много есть подробностей, поэтому законы как делать, что делать, они тоже очень их много, как в общем-то любых законов, связанных неважно с чем. И вот теперь мы приходим к самой верхней тшуве, к третьему и последнему этажу. Тшува разума разумна возможно после того, как уже обретен опыт тшувы естественной и религиозной и достигнута высшая ступень, когда не страдание физическое, эмоциональное и моральное, это у нас то, как работает естественная тшува. Через страдание физическое, эмоциональное, моральное, начнем с конца. Мы сказали, совесть работает тем, что она тебя колет, ты страдаешь, ты хочешь убежать, избавиться от этого страдания, ты исправляешься. то же самое, как мы сказали с курением, человек начал выхаркивать легкие, это, видимо, не очень приятно. Соответственно, опять-таки, страдание его привело к тому, чтобы исправиться. есть также эмоциональное мне неприятно видеть какую-то несправедливость или чужую боль и так далее. Это все страдание. Это первое. Шумарось второе. Шумарось или через глубокое запечатление в душе всякого слова закона и правосудия является движущей силой тшувы. Это уже может быть более высокое постижение и понимание. Это закон. Его нужно делать. Мне нравится, мне не нравится, это уже я не обязательно страдать. Я понимаю, это правда. По правде я должен выровняться, нравится это мне или нет. Это уже отпечаталось у меня в душе. Я понял, что так нужно делать. Я так делаю. Это, видимо, уже ближе к второму этажу тшувы. Это тшува религиозная. У нас есть закон правосудия, у нас есть стора, который говорит нам, как делать. И мы себя выпрямляем по той. А тогда что? Что нас толкает к тому, чтобы сделать вот эту третью тшуву разума высшую, но ясное осознание, идущее от целостного восприятия мира и жизни, которое достигло расцвета вслед за тем, как тшува естественная религиозная уже исполнили свою миссию, достаточно хорошо запечатлев в душе свой слеп. Целостное восприятие мира и жизни. Это урава красная путеводная нить. Мы к этому еще вернемся. Смотреть на мир как можно более широким целостным взглядом, охватывая весь мир от начала его творения до конца его существования. от начала Земли до конца, от не знаю, от большого взрыва до конца Вселенной, весь размер Вселенной, всю историю человечества, всю историю мира. Как можно более полный и широкий взгляд, и чем, и этот взгляд, он порождает эту самую высшую чуму. Целостное восприятие мира и жизни, когда я не смотрю вот сейчас на маленький как бы кусочек, который мне болит, допустим, или мешает, я расширяю свой взгляд в то, что называется наивритель архива Факим, это расширить как бы горизонт своего взора, и когда я вот таким вот образом целостное восприятие мира и жизни смотрю на мир и на жизнь, это порождает чудо. Что это такое, мы это Равша здесь не раскрывает, мы это будем упоминать еще внутри книги. Чувайта более совершенная, чем предыдущая, уже полна бесконечного света. Она приходит превратить все грехи в заслуги. Из всех ошибок она извлекает ценнейшие уроки. Из всех спусков великолепные восхождения. Это та самая чува, которой устремлены все взоры, которая непременно должна прийти и придет в конце концов. Итак, секундочку. значит так, это высшее чувак, мы сказали. И вот здесь, и вот этот уже взгляд, он именно тот, который может превратить все прегрешения в заслуги. Все спуски в подъем, как мы это видим, если у нас есть более широкий взгляд, он нам помогает действительно то неприятное, понять, что из этого неприятного я поднялся еще выше, чем был бы без него. И тогда этот грех, в общем-то, оказывается частью общего подъема. И тогда он превращается в заслуги. конечно, радость говорит также о таком понятии, как называется тикунок лали, исправление всего. Мы бы думали, я бы думал, что такая шва, она предназначена для самых-самых великих правильных. Правильных. Но эта шва предназначена высший уровень для всего мира. Мы не остановимся, пока не исправим в этом мире все и всех и вся. Поэтому мы сейчас этого тоже очень ураво это ему характерно. Ты читаешь какие-то книги про какие-то высокие высшие вещи и ты говоришь обычно себе окей, хорошо, это не для меня, это для праведников великих. Для меня гораздо актуальны, гораздо более приземленные, более низкие вещи. Обычно, когда Раф даже рассказывает о каких-то большие, великие постижения, великие какие-то вещи, действительно относящиеся к высшим мирам, к совершенным праведникам и так далее, мне всегда есть взять оттуда вытяжку и применить к себе. Вот давайте здесь, расширить взгляд, может быть, у меня не получится сразу прыгнуть и расширить свой взгляд на мир, на людей, на человечество и так далее. Но потихонечку приучать себя, расширять свой горизонт, это может быть для нас всех вполне нормально, достижимо. Именно поэтому мы говорим, что эта чува обязательно придет. Не только что, то есть это будет для всех. и это на самом деле тоже нас очень радует. Сегодня я не готов, не достой, не в состоянии достичь такого уровня чувы. Может быть, в какие-то моменты своей жизни чуть-чуть от нее тоже хорошо, но вообще нет. Но в конце концов весь мир ее достигнет, соответственно, уже сегодня, даже в мире, который несовершенным, но я знаю, что он туда идет, уже мне лучше, легче и приятнее жить. Соответственно, как бы, теперь Рав говорит, что уже вот эта высшая чува идет вслед за религиозной и естественной. Он говорит достаточно четко, что сперва, в общем-то, обязательно сделать первые два вида вы только потом третья компьютерная игре. Надо сперва пройти первый, второй рень, только после этого открывается третий. Но, опять-таки, может быть, опираясь на того же самого Рава, можно сказать, что иногда можно делать и прыжки, иногда, может быть, можно и перескакивать. и Рава это скажет нам в других главах однозначно. Да, тебе, чтобы дойти до третьего этажа, нужно правильно обязательно пройти сперва первой и второй, но иногда, возможно, не пройдя первой и второй или не пройдя их полностью перепрыгнуть на третьей. Здесь этого точно не написано. Здесь даже написано противоположное тому, что я рассказал. Но у Рава есть и противоположная идея немножко. Так что мы можем иметь в виду также эту третью шву, шву разума и как это, примерять ее к себе, смотреть и думать, где это может для меня быть тоже актуальным. Я скажу более того, практически во всей книге как это вот по дефаут да в как это Берерак Мехдан По умолчанию по умолчанию по умолчанию да, обычно у Рава шва просто так это обычно вот очень часто у него это вот именно такая вот шва как наигрит называется шва из любви. Это высшая шва. И так как Рав эту книгу все-таки написал так же и для нас то для нас всех эта шва тоже она актуальна. И более того, и опять-таки это тоже можно найти у Рава у самого подтверждения этому, что для нашего поколения видимо именно этот шва это может быть чуть ли не единственный язык, который наше поколение может понимать. потому что язык страданий наказания и поощрения сегодня работает хуже. А вот как бы более высший язык предназначения или язык вот именно расширения кругозора которым я смотрю и объятия мира умом взглядом он гораздо более продуктивный. Поэтому несмотря на то, что мы сейчас читали у Рава что этот вид швей он безусловно базируется на двух более низких тем не менее не зря мы уже как бы поколение избавления и что-то у нас есть и как я понимаю язык который мы понимаем это именно язык это самый третий швей я хочу остановиться на этом и послушать возражения и замечания можно сказать да он конечно так пишет это видно но с другой стороны логика как бы этого рассуждения оно не полностью однозначна потому что первые два видов швы как бы ясно что они могут быть параллельно я могу одновременно рассказывать о том что я курил начать бегать грести и одновременно работает моя совесть в каких-то других аспектах это вещи как в одной и похожем образом я могу сказать что и расширение зазнания понимания общего смысла жизни мироздания и прочего она как-то параллельно между разными может быть уровнями и один может быть продвигает другой это может быть то что он хочет сказать я не смотрела источник то что один уровень продвигает другой это безусловно написано мы сказали когда говорили петербург мы сказали что она связана с двумя другими уровнями безусловно я абсолютно согласен вы просто более четко выразили мою мысль я считаю потому что два первых явно что она одна на другой не зависит но связана я согласен абсолютно это именно то что я хотел сказать несмотря на то что у Равы написано что она строится и стоит на первых двух это да может быть параллельно это то что я хотел более аккуратно сказать да мне кажется что она движущая то есть она приоритетная становится а те две никуда не исчезают нет никуда не исчезают безусловно чем полнее человек вознает мир тем полнее его чува получается конечно безусловно чем он нефрагментарно смотрит на мир тем у него расширение происходит и он по-другому смотрит на события происходящие да то есть как говорится на всех путях вознавайте любовь да иногда ты можешь начать менять собственное поведение из-за того именно что у тебя изменилось взгляд на мир мировоззрение ты чего-то понял и очень часто это меняет тобой поведение гораздо сильнее чем самоломка надо бросить курить надо вставать рано надо не есть после шести завтракать до девяти иногда не знаю там походив на лекции а как классно здорово жить это у тебя начинает и чего-то у тебя щелкнуло в голове это начинает идти не такой вот жестокой борьбой с самим собой а я хочу шоколадку а нельзя а я хочу а нельзя а вот так вот а я уже не очень-то хочу флоретий шоколад на полочку и нормально да 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 именно именно этот взгляд он еще он еще сладок тем что он меняет вот эту вот жестокую борьбу на гораздо более легкую через год как говорит мой папа если не вошло через голову то войдет через противоположное место так вот эти первые две уровни швы это противоположное место желательно конечно через голову это безусловно у вас нужны инструменты которые позволяют избавиться от фрагментарного мышления а что помогает учить раву кука учить раву кука ну это понятно я имела ввиду что мы будем учить будем учить я видимо не только из нашей книги буду еще таскать из других из других мест буду еще таскать обычно по вопросам как бы всякие места да но но действительно изучение именно рава очень расширяет вот именно я расскажу немножко о себе как-то похвастаюсь чуть-чуть с вашего позволения есть такое наиврите понимание чтобы слова Торы были в твоих глазах новые каждый день это воспринимается как вот такая аллегория немножко новая вот я вам скажу по себе то есть я уже как бы взрослый более-менее человек 40 плюс как-то сложившись сложившись там чуть-чуть немножко получил и я какое-то время уже у Чурова Кука я с ним знаком как-то ну как-то какие-то общие вещи я понимаю то что происходит это такая вещь у меня есть как бы построенный такой красивый домик моих мировоззрений моего взгляда на мир и так далее под натиском Рава Кука этот домик дает трещины и рушится и такое происходит ну скажем не знаю там раз в полгода раз в три месяца и моей уже ментальной гибкости этого уже не хватает перестраивать этот собственный свой домик заново а потом еще раз заново а потом еще раз заново и ты я подумал ага вот это вот на самом-то деле видимо чтобы слова Торы были в твоих глазах новыми и да у Рава вот это вот именно он тебя он очень помогает вот этому я не очень знаю есть вообще это слово по-русски может быть это с английского то что на иврите говорится о листе о листический взгляд то есть цельный взгляд на мир у Равы это проходит очень-очень сильно и Рава это как бы нам дарит безусловно можно вопрос задать вот как Израиль делал жертвоприношения за 70 народов можно ли провести такую параллель которую делая какие-то определенные дела в этом мире то есть двигаясь в познании получая вот эту целостность понимания мира тем самым мы можем как-то как жертвуя свое время вот силы вот эти вот все потуги наши постижения всего вот эти вот 70 миров как-то ну не знаю для чего приносил Израиль этих быков для искупления а эти 70 миров 70 народов можно ли с параллелью с 70 мирами я не про 70 народов я знаю про 70 миров не очень если честно так что ничего не могу сказать жертвы за что были нужно вспомнить я не уверен что это были искупительные жертвы может быть это были Нехама вы знаете что какие жертвы приносим сухот за дыхаем и микрофон у вас выключен спасибо извините всесожжение у них такое скажем личное всесожжение бывает и томеды это тоже всесожжение они явно не за конкретный грех явно не искупление каких конкретных грехов но может быть общее ощущение что человек лично есть некоторые глухические подробности не будем не давать но по простому смысле описания может быть человеку потребность души ощущение своего несовершенства может быть как у Йова или желание приблизиться к Всевышнему так что нет твердой мне кажется надо проверить что по этому поводу комментаторы говорят а в принципе Алла она не такая жертва по определению то есть исчисажение которое именно искупает делает какое-то искупление наши дела в любом случае как бы они очень ценные важные и в глазах Всевышнего тоже безусловно вот это это в любом случае а по домику нужно его строить каждый раз я не до конца понял вот по домику который разрушается его все-таки нужно строить каждый раз или как конечно ты же не можешь жить без домика без какого-то здания как ты смотришь на мир без мировоззрения без каких-то идей еще нужно значит его нужно каждый раз перестраивать ну смотрите человеку было пять лет у него был какой-то он как-то смотрел на мир потом что-то случилось утолкнул ударил или он закончил школу что-то произошло радостное или грустное и он в десяти годах смотрит на мир по-другому в пятнадцати еще по-другому после тридцати петель до пятидесяти петель может быть один и тот же взгляд но каждое изменение это обычно продвижение человека вперед это рост это конечно больно рост он больной дети подростки они вопят тут болит и там болит ну конечно ты сейчас растешь у тебя все болит нормально здесь тоже это больно но это 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 продвижение вперед поэтому конечно нужно строить нельзя же на обломках то есть как бы почему он рушится потому что он оказался маленьким ты строишь домик побольше это же хорошо понятно спасибо скажите пожалуйста а доступны ли все вот эти три уровня всем людям или может такое быть что какому-то человеку какой-то из уровней недоступен в принципе ну не знаю не знаю что мне кажется что в общем по большому счету давайте давайте разделим ответ по простому теоретически очень много когда мы говорим предшевым имеем ввиду первые два уровня и к третьему мы обычно стараемся не приближаться вообще это уровень для то что называется для для отдельных для очень особенных для больших цадек для больших праведников ну как я уже сказал и мы это ураво увидим что за это черным по белому это это дух этой книги тоже что на сегодня именно как я уже сказал именно язык который больше всего понимается и ивремя и народами мира это именно высшая чува то есть поэтому на сегодня это основной теперь конечно есть может быть какой-то человек у которого родился без уха кто-то родился без руки не на бог кто-то родился без головы кто-то родился без совести кто-то как бы может не чувствовать вообще чуву Равш сказал человек родился рождается обычно это самое с совестью с прямой душой идти прямо но если очень постараться можно себе это выжить и общее простое понимание да как мы сказали что эта чува она для отдельных людей но в общем-то опять-таки наше поколение это поколение которое именно для этой чувы предназначено и оно воспринимает ее лучше и больше всего сегодня сложно это самое тире не знаю точка запятая невозможно человека приближать к богу тем что объяснять ему во всех подробностях как жарко в аду и как его зажарят это самое и как сладко в раю и сколько он там будет иметь девственность сегодня это ничего кроме близгливости не вызывает ты этим можешь очень успешно отдалять людей от бога а когда-то это было нормальное ну как бы нормальный инструментарий для приближения есть такое понятие как спуск поколений что души мельчают чем дольше мы продвигаемся в истории тем души мельче насколько я понял этого понятия оно очень распространено про него много говорят но насколько я понимаю у него нет источника не в открытой торе ни в торе ни в танахе ни в талмуде ни в мишне это идея из кабалы так вот в кабале кроме идеи о мельчании поколений есть идея о возрастании поколений о том что с какого-то момента души начинают расти и быть больше и мы получаем параболу спуск подъем так мы сейчас на подъеме если мы действительно серьезно верим что у нас поколение избавления это обязывает чтобы были великие души по-моему я даже тоже упоминал на одном из предыдущих уроков что на сегодня у нас есть такое что человек он и сильный он и воин он и и мудрец раньше это было достаточно дихотомное разделение поэтому поэтому на сегодня опять-таки несмотря на то что вот здесь конкретно Раф говорит немножко не так основной язык общения это высшая чува которая связана именно с видением мира в общем не фрагментарном как вы мне помогли ну понятно что как это уроды и калеки есть всегда но в общем-то как бы по-нормальному теперь соответственно если мы говорим про душу то это все души это как я понимаю если души евреев они большие то души народов мира которые вокруг они тоже большие а как вы думаете когда пророк Йона поехал в Невею там какой какие были первый второй чува да да и второй тоже был уровень ну конечно был пришел пророк это самое что он им сказал что второй уровень ну был был второй уровень да был второй уровень тоже я объясню почему я то есть наша традиция безусловно говорит что чува там была не не окончательно и тем не менее Всевышний ее принял нам это очень важно кстати для меня лично как бы они немножко переиграли с чувой не только они сами на себя одели как это мешковину и там сели плакать и кричать но и животных не кормили и не поили и как бы когда слишком чего-то это зажигает огонек это знаете на что мне напоминает это мне еще напоминает немножко историю когда было слишком спелегешбегива как это будет по-русски наложница в гиве да наложница в гиве там ее отец был более гостеприимный чем Авраам Авину он их не отпускал день кормил и второй не отпускал и третий не отпускал и когда они от него уже вышли это же было так подоше они даже уже не смогли до захода солнца доехать до точки назначения вообще когда чего-то слишком много обычно это намек слишком это не обычно это как по рамбаму когда слишком мы отклоняемся от золотой середины это уже не то и даже если это выглядит как благочестие то очень часто уже совсем не то Натана мы будем изучать осознание Раку говорил про сознание о сознании или сознание ну про сознание о сознании говорил о сознании чего сознание человека сознание что это такое наверное говорил видимо не этими словами то есть может быть и этими акара, постижение, понимание. Вот здесь у Рава слово акара, если я правильно понимаю. Давайте посмотрим, что у нас написано в ноябре. Ашкафа тулам. Ашкафа тулам. Акарал там есть. Есть слово акарам. Есть слово акара. Прямо в этом же отрывке там есть. Да, посмотрите. Сейчас. Ну. Кен. Ким акарабрура. Да. Ясное постижение. Это, в общем-то, сознание. Да, да. Безусловно. Есть слово. Есть то слово. Есть. Как его перевести? Сознание. Сознание. О сознание, видимо. Да. Да. А вот если первый, второй уровень чувы, я так понимаю, вот, как Невей мог вызвать пророк, то третий уровень чувы, он, кто, что может его вызвать, ну, привести к нему? Как и в первом. То есть, не, не, давай, не, нет. Наоборот. То, что я понял из того, что мы прочитали, первым уровнем чувы тебя толкает само, самир, природа. Тебе начинает что-то болеть. И ты понимаешь, что что-то нужно менять. А третий вид тебя ничто никуда не толкает, тебе ничто не мешает. Твое понимание постижения углубляется настолько, твой взгляд расширяется настолько, что ты понимаешь, что нужно, как бы, ты видишь, когда вот таким общим взглядом единым, он тебя толкает вперед. Значит, учеба? Иногда да, иногда нет. Иногда про луку на природе. Ничего не могу сказать. Что толкает? На самом-то деле, я прошу прощения сейчас, на самом-то деле, мы это будем тоже поднимать этот вопрос чу-ва вообще, какой у него источник? Это изнутри сердца или это снаружи от Бога? Это очень важный вопрос, мы его на одном из последующих уроков будем разбирать подробно, это очень-очень важно. И, соответственно, что толкает, не всегда понятно. И о какая нам разница? Как это какая разница? Это же важно знать. Разве нет? Можно вставлю свои пять копеек? Алло? Да, да, да. Да, вот мне кажется, если говорить о движущей силе, то в первом случае, когда идет речь о душеве природной, то там боль является движущей силой. И страдание либо физическое, либо душевное, то есть человек уже получил то, что его не устраивает, то, что ему неприятно и заставляет его страдать, и это является движущей силой для исправления. Во втором случае он может еще ничего и не получил, но движущей силой является либо страх, как там в нашем отрывке говорится, страх наказания, либо что-то более возвышенное, что-то типа такого религиозного трепета, то есть вот пиетет такой перед законом Торы или трепет вот прямо-таки перед Всевышним, вот такая вот сила побуждающая. А вот что касается третьего, то я могу немножко пофантазировать и сказать, что это любовь. Хотя у Рава здесь этого не сказано, но в других местах говорится. я согласен. Я бы сказал, что именно вот а к любви, а если так, то к любви приводит именно более широкий взгляд на мир, более ценный взгляд на мир. Ну да, ну и он вообще тут не называет это любовь, а называет это разумность. То есть как бы она с одной стороны идет от разума, казалось бы, да, а не от чувства, а не от любви. И именно получается, что ты к любви приходишь, я не знаю, это так сейчас, то, что вы говорите, так сейчас получается. к любви. Я могу сказать с вами, то есть Рав здесь конкретно не называют, то есть обычно в нашей традиции этот уровень чувы называют чува из любви. В противопоставлении чуве из страха наказания или из-за награды. Но это как бы это общее это общее оглавление, это общее как бы кутерф, это заглавие. И Рав говорит здесь, да, это из разума в смысле постижения, охвата, окора, как бы осознания величия мира человека Всевышнего и так далее. Ну, наверное, две вещи должны быть замешаны. И понимание осознания разумом и вот это ощущение, о котором вы говорите, понимание как бы величия. Без этого как бы разум не на что оперетит. Я согласен полностью хотя бы на том основании, что невозможно полностью служить Богу на основании какого-то чего-то, какой-то одной проекции человека. Если я буду сейчас служить Богу только разумом, отрезав чувства, воображения, ощущения, это понятно, что будет не полное служение. Полное, цельное служение безусловно должно быть цельным человеком полностью. Когда все на своих местах и эстетическое чувство, и разум, и воображение, и ощущение, и рогашот, как это, чувство, все должно быть вместе. Безусловно, большой человек это не тот, который калека, который, ну, как это, профессор из анекдотов. И вот такой большой мозг, но все остальное вот такое маленькое. Это калека. А мы хотим служить Богу как человек совершенный. Я тоже хотела попробовать пофантазировать, почему именно все-таки разума. Потому что, может быть, я не фантазирую. Тут он оказывается необходимым совершенно, то есть недостаточно никакого-то ощущения, постижения чувства этого мира, какой бы оно ни было глубокое, человеку для того, чтобы усвоить широкий горизонт, ему необходима работа разума, не только может быть поэтому Рав не говорит. Может быть, я приведу в следующий раз мне есть очень интересный отрывок Рава простроение души. Рав делается на три этажа. Вот именно этаж то, что называется как бы чувственный там и низкие всякие порывы как это а вот помогите мне страсти там есть там же есть и воображение там же есть чувства нижний этаж над ним есть этаж разума и над ним есть еще один этаж высшего духа. И у них там очень интересная война происходит между этажами. И это может быть переклик перекличется с тем что вы сказали если я успею я попробую это перевести и может быть я это переведу на следующий урок потому что тоже нам важно строение человека и как заказывали тоже еще там из Равкука не только книжку я тоже сказал что книжка у нас будет только чтобы помечена дорожка мы еще будем воровать из других мест здесь нет возражения давайте я попробую на следующий урок если успею а если не успею мы пойдем дальше по книжке а если я успею то я попробую перевести вот именно это по-моему ворота там где Рав объясняет про строение человека души и как вот эта внутренняя война происходит и там очень интересные выводы для меня по крайней мере скажите а такой момент как Рав Кук затракивал для что вы нужно создавать сосуды или это наоборот разбиение сосудов не знаю по поводу сосудов сейчас я объясню немножко сосуды это каббалистические понятия что нам делает здесь Рав он берет каббалу и переводит ее на открытый язык как мы сказали в отступлении поэтому я могу ничего не понимать ни в сосудах ни в сосудах ни в светах и не как они друг с другом соотносятся и соответственно мы это также можем учить не понимая саму каббалу потому что Рав нам это перевел и перевел на уровень идей уровень идей мы понимаем и с ним работаем хорошо теперь нужно понять что Рав написал и обсудить поэтому сосуды разбивать или делать видимо все-таки делать а не разбивать но иногда видимо и разбивать как мы сказали в доме который нужно перестраивать безусловно сосуды разбивать разбить нужно строить а чтобы принять тебе нужно построить не знаю я просто не знаю опять-таки в этих терминах я не имею я не уполномочен вести дискуссию я вот говорить о каббале в терминах каббалы я как-то никто и ничто и я просто начинаю нет я не имела ввиду термин каббалы я имела ввиду что по словам сосуд что это способность принятия света вот как раз вы и начали отвечать что способность то есть когда идет человек в шуве он должен уметь иметь возможность принимать этот свет или наоборот как-то самоуничтожаться да вот чтобы понять то есть в каком он должен находиться состоянии или может это одно и то же как вы говорите и то и другое должно присутствовать вот я имела что ввиду я не имею ввиду какие-то конкретные термины каббалы во-первых вы просто очень хорошо попали в термины каббалы причем правили а сосуды это имеется ввиду как раз таки принятие именно света божественного именно именно так они используются мне кажется ваш вопрос он перекликается вопросом откуда источник чудов он внутренне это что-то исходит из моего сердца или что-то внешне призыв от бога вот точно да вот вы как раз говорили что если да то этот вопрос я отвечать на него не буду специально во-первых чтобы все померли от любопытства а во-вторых мы просто дойдем по книге до него и мы его по ходу поднимем не раз а не два понятно спасибо хорошо тогда на этом закончим значит я уже спасибо большое огромное спасибо Ширел за помощь в переводе за перевод в общем-то не знаю не помощь за перевод я сейчас брошу линк там же есть ивритский текст Спасибо большое всем за участие Мне было очень хорошо и приятно И всем доброго дня Спасибо большое